Что может быть проще квашеной капусты? Однако после анализа 81 исследования, которое я использовал для создания этого видео, я с громадным изумлением обнаружил, что всю свою жизнь я и квасил, и употреблял квашеную капусту совершенно неправильно, как и подавляющее большинство людей. А 20 научных рекомендаций, которые я вывел после анализа этих исследований, совпадают с официально транслируемыми в интернете, может быть, процентов на 10. И это не только мешает получать всю громадную пользу из квашеной капусты и сделать ее фактически своим лекарством, а я после этого видео ем квашеную капусту каждый день, но и это может принести весьма неприятные последствия для здоровья. И я даже приведу вам задокументированный с помощью трекера результат неправильного употребления капусты из моего личного опыта. Однако даже при не очень правильном употреблении квашеная капуста приносит громадную пользу для здоровья больше, чем любой другой овощ. И я убедился в этом, когда прочел два исследования о влиянии квашеной капусты на смертность при ковиде. Ученых очень удивило то, что в разных регионах одних и тех же стран, в Италии и Швейцарии, смертность отличалась буквально в десятки раз. В Италии это было от меньше 50 человек на миллион до более чем 1600 человек на миллион, а в Швейцарии от меньше 10 до более 500 человек на миллион. Для того, чтобы разобраться, что именно приводит к такому колоссальному различию в смертности от ковида, ученые проанализировали множество разных факторов и с громадным удивлением констатировали, что на смертность от ковида влиял один единственный продукт. Это капуста. И квашеная, и свежая капуста вместе. В тех регионах Италии и Швейцарии, где люди ели больше капусты, они умирали меньше. А в тех регионах, где они ели меньше капусты, они умирали больше. Причем, чем больше люди ели капусты, и квашеная, и свежей, тем меньше была смертность от ковида. Однако в этом исследовании и свежая, и квашеная капуста рассматривались вместе. Для того, чтобы вычленить влияние именно квашеной капусты на здоровье, я нашел еще одно исследование, в котором ученые разбирались, как на смертность от ковида в различных странах Европы влияло употребление различных ферментированных, то есть квашеных продуктов. В этом исследовании ученые определяли, как влияло на смертность употребления маринованных овощей, овощей после естественного ферментированной, то есть обычного сквашивания, обычной простокваши, молочных продуктов, которые ферментировались специальными заквасками, и отдельно йогурта. В этом исследовании разбег о смертности по разным странам Европы был от менее 50 человек на миллион до более чем 800 человек на миллион, то есть в 40 раз, и оказалось, что только два продукта оказывали реальное влияние на смертность. Ученые нанесли данные по смертности и по уровню употребления различных продуктов на эти карты, и как вы видите, наибольшее совпадение по наименьшей смертности и по наибольшему употреблению ферментированных продуктов было для двух продуктов. Овощи природной ферментации и простокваша молоко природной ферментации. Но после проведения статистического анализа выяснилось, что только овощи природной ферментации действительно существенно в несколько десятков раз снижали смертность от ковида. В обоих исследованиях, конечно, рассматривались различные факторы и оказывали влияние на смертность не только употребление капусты и ферментированных овощей, но и другие факторы. А именно то, какое количество глубоко переработанных продуктов употреблялось в каждом регионе. Чем больше глубоко переработанных, тем выше смертность. Каков был общий состав диеты и некоторые другие факторы. Но реально значимое, которое можно реально ощутить влияние на смертность от ковида конкретных продуктов, оказывали только капусты квашеная и свежая и только ферментированные овощи. В Европе употребляют традиционно 8 видов, в основном 8 видов ферментированных овощей и львиную долю среди них занимает, вы уже поняли, квашеная капуста. Поэтому мы с вами можем сделать вполне обоснованный вывод о том, что именно квашеная капуста является тем продуктом И поэтому мы с вами можем сделать вполне обоснованный вывод о том, что чем больше квашеной капусты употреблялось в конкретном регионе, тем ниже была смертность от ковида и разница могла достигать нескольких десятков раз. В этом видео я попытался разобраться, какие именно составляющие квашеной капусты оказывают наиболее полезное воздействие. И оказалось, что многочисленные зож-блогеры в белых халатах или без оных на самом деле восхваляют квашеную капусту вообще совершенно не за те составляющие, которые приносят реальную пользу. Блогеры выпячивают самые малозначимые факторы, которые определяют полезность квашеной капусты и абсолютно не знают ничего о самых важных факторах, тех самых, которые именно и определяют полезность квашеной капусты и влияя на которые мы можем эту полезность существенно повысить или наоборот понизить. И на вот эти многочисленные полезные факторы влияет способ приготовления капусты, то как мы ее заквашиваем, сколько времени мы ее заквашиваем и как и с какими продуктами мы ее едим. Более того, эти же самые факторы, время, продукты влияют и на то, будет ли квашеная капуста вредна весьма широкому кругу людей. А как оказалось, очень многим людям квашеная капуста может приносить вред, она запрещена даже некоторым больным, но эти запреты можно обойти, если правильно приготовить квашеную капусту и съесть ее с правильными продуктами. И соответственно, друзья, в этом видео мы с вами не просто разберемся то, как сделать квашеную капусту лекарством для большинства людей, но и в том, каким образом помочь тем людям, которые до этого не могли есть квашеную капусту или, не зная важных тонкостей, ели квашеную капусту и вредили своему организму, мы поможем этим людям начать есть квашеную капусту и есть ее правильно и получать всю ту колоссальную пользу для здоровья, которую квашеная капуста может принести людям. И вот теперь, наконец, здравствуйте. Зовут меня Макс Погорелый, программа моя называется «Обман веществ» и в ней мы с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании и помогаем вам получать максимум пользы из вашей еды для того, чтобы она стала вашим лекарством. Поехали! И как всегда в нашей программе «Отделять мух выдумки от котлет правды» мы будем, основываясь исключительно на результатах научных исследований, сегодня их целых 81. Это, кстати, самое большое и объемное видео за всю мою карьеру и самое сложное видео, которое, по иронии судьбы, было снято о самом простом продукте. Номер каждого научного исследования будет стоять на соответствующем слайде, который вы будете видеть в углу экрана, а список всех научных исследований вы сможете скачать по специальной ссылке в самом-самом конце в описании к этому видео. Если мы с вами наложим два графика из этих двух научных исследований о ковиде, о которых я рассказал в начале, то мы обнаружим очень приятную для нас вещь. А именно то, что употребление именно ферментированных квашеных овощей, львину долю из которых составляла квашеная капуста, оказывало раза в полтора-два более сильный эффект на снижение смертности, чем употребление смеси, но имеется в виду в разное время, свежей капусты и квашеной капусты. То есть именно ферментированная квашеная капуста содержала определенные вещества, которые существенно снижали смертность. И, как я покажу вам чуточку позже, ферментированная капуста и свежая капуста это два, ну не совсем разных продукта, но продукта, которые очень сильно отличаются по своему воздействию на организм. О свежей капусте, которая тоже очень полезна, я сниму отдельное видео. И для того, чтобы это видео не пропустить, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы вам пришло уведомление, и можете сразу поставить лайк, если вам уже нравится то, о чем я рассказываю. А дальше будет только интереснее. Оставайтесь с нами. Итак, я попытался разобраться в том, какие именно составляющие в квашеной капусте являются наиболее важными, для того, чтобы увеличить количество этих составляющих и повысить пользу квашеной капусты для организма. И когда я начал анализировать различные факторы, которые есть в квашеной капусте, я очень удивился. Потому что среди всех ферментированных продуктов оказалось, что квашеная капуста имеет наименьшее количество, по числу, не по количеству, не по объему, полезных веществ, которые оказывают влияние на здоровье. То есть, реально полезных веществ капусты очень мало, но они настолько сильны, что они позволяют реально в десятки раз снижать смертность от ковида. А это только сигнализирует о том, что иммунитет людей при употреблении кислой капусты становится гораздо, гораздо сильнее. И это, естественно, позволяет вам быть гораздо здоровее и бороться с огромным спектром болезней с гораздо большим успехом. И для того, чтобы усилить влияние вот этих улучшающих наш иммунитет и здоровье факторов из кислой капусты, мы с вами сейчас будем по очереди рассматривать различные научные исследования. И после рассмотрения каждой небольшой группки мы с вами будем делать отдельный вывод. Я буду специально делать ударение о том, что это выводы. Вы, пожалуйста, или записывайте, или фотографируйте себе выводы. И тогда по окончанию просмотра этого очень сложного и большого, иначе не получалось, видео вы будете уже иметь полный набор полезных рекомендаций. И главное, вы будете понимать, на чем именно эти рекомендации основаны, что и позволит вам использовать их с максимальной эффективностью, как сейчас использую я. Начнем мы со скрытых опасностей капусты. Это позволит нам вывести правила безопасного употребления. Я расскажу вам и это самое простое, как избегнуть размножения болезнетворных, реально опасных бактерий в капусте. Вы узнаете, как неправильно приготовленная и съеденная квашеная капуста может повышать давление у чувствительных к ней людей. Как квашеная капуста может вызывать мигрени и головные боли. Что сделать, чтобы квашеная капуста не усиливала уже имеющиеся у вас аллергические реакции. И какая именно квашеная капуста полностью противопоказана тем людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой. Многим людям врачи запрещают есть капусту и квашеную, приготовленную и свежую, из-за того, что она может оказывать вредный эффект на щитовидную железу. Так вот, я расскажу вам о том, почему квашеная капуста не влияет плохо на щитовидку. И мы разберемся с вами, почему квашеную капусту нельзя есть некоторым больным, у которых есть депрессия или болезнь Паркинсона. Это позволит нам определиться с первыми правилами употребления и приготовления квашеной капусты. А следующее вы узнаете, когда мы перейдем к разделам, в которых я расскажу, как квашеная капуста улучшает здоровье кишечника. Как она улучшает или не улучшает ваш иммунитет. Что именно в квашеной капусте помогает снизить риски рака. Какая капуста лучше, квашеная или сырая, для лечения язвы желудка и избавления от хеликобактера. И по результатам этого мы с вами определимся с наилучшим способом закваски. А именно с тем, какую капусту полезнее всего использовать. Красно-качаную или белокачаную. Сколько именно соли класть. И тут есть масса очень важных тонкостей. И какую именно соль нужно использовать для квашения квашеной капусты, чтобы получить все плюсы. Сколько дней минимально нужно квасить квашеную капусту, чтобы не получить вреда и получить пользу. И за какой максимальный срок ее необходимо съесть. Потому что если ваша капуста перестаивает, то она начинает приносить вред здоровью и польза ее теряется. И по ходу рассмотрения исследований мы определимся с тем, с чем можно есть квашеную капусту. А с чем ее есть нельзя. Узнаем какой размер полезной порции, минимальный и максимальный. Потому что превышать полезные дозы квашеной капусты, как оказалось, тоже не рекомендуется. И вы узнаете, то можно ли есть капусту, которую вы купили в магазине или на рынке, которая была заквашена с помощью уксуса и с использованием сахара. И в результате, спойлер, вы убедитесь, что именно квашеная капуста домашнего приготовления является наиболее полезной. Но при этом, вот тот способ приготовления, который вы видите сейчас на экране, является неправильным. И я расскажу почему. Вот оно, наши планов громадил. Приступим наконец-то. Большинство горе-диетологов проводит прямую параллель между капустой свежей и капустой квашеной. Они говорят, если в свежей капусте есть что-то, оно приносит такую-то пользу для здоровья, то, соответственно, в квашеной капусте это же самое тоже есть. И оно тоже приносит пользу для здоровья. И наоборот, если свежую капусту нельзя есть людям с болезнями щитовидки, значит и квашеную капусту им тоже есть нельзя. Я называл этих диетологов горе-диетологами, потому что они в корне ошибаются. Как оказалось, квашеная капуста и свежая капуста это два продукта, которые очень-очень сильно отличаются и по составу, и по своему влиянию на наше здоровье. И вот этот ничем не обоснованный запрет на употребление квашеной капусте людей с болезнями щитовидки на самом деле лишает их невероятно важного фактора улучшения их здоровья. Да, действительно, в свежей сырой капусте есть глюкозинолаты и гайтрин, которые оказывают вредное влияние на щитовидку. Причем не только на щитовидку людей. Впервые влияние на щитовидку свежей капусты было описано, как это не удивительно, именно у кроликов, которые традиционно изображают большими любителями и потребителями свежей капусты. И это вредное влияние капусты на щитовидку и людей-кроликов даже получило на какое-то время ученое название кроличий зоб. Зоб это болезнь щитовидки. Наиболее вредным составляющим свежей капусты является вещество под названием гайтрин. Гайтрин блокирует производство гормона щитовидного, который называется Т4, и длительное употребление свежей капусты у людей, у которых есть нарушение работы щитовидки, может вызвать зоб. Однако, друзья, те лакто- и энтеробактерии, которые живут в квашеной капусте, и которые, собственно говоря, ее сквашивают, очень эффективно разрушают гайтрин. По одним исследованиям, и вредные глюкозинолаты, и вредный гайтрин разрушаются приблизительно за 2 недели, а по другим исследованиям всего за 4 дня от гайтрина не остается в квашеной капусте и следа. Это зависит от того, какие штаммы, то есть какие виды полезных бактерий употребляются при заквашивании. Более того, за это время полезные бактерии не разрушают гайтрин и глюкозинолаты, а превращают их в гораздо более полезные для нас вещества. Именно об этом и состоит наша рекомендация номер 1. Сквашивание кислой капусты в течение от 4 до 14 дней полностью убирает все вредные факторы, которые могут оказывать влияние на щитовидную железу. И потому квашеную капусту не только можно, но и нужно употреблять не только здоровым, но и людям с болезнями щитовидки. Идем дальше. Эти вредные для людей с проблемными щитовидками глюкозинолаты и полезные для здоровых людей глюкозинолаты при ферментации капусты превращаются в изотианаты. Это очень полезные для нас вещества. Чем их больше, тем квашеная капуста для нас полезнее. И мы разберемся с вами, как увеличить количество изотианатов для того, чтобы увеличить полезность квашеной капусты. А это не единственное вещество, которое определяет ее колоссальную пользу. И при этом же при ферментировании квашеной капусты образуются вещества, которые могут приносить вред очень широким группам людей с различными болезнями или с чувствительностью к этим веществам. И на то, сколько будет произведено в квашеной капусте полезных веществ и вредных веществ, оказывают влияние три фактора. То, какую капусту вы выбрали, то, какой способ закваски вы использовали и сколько времени вы квасили капусту. И для того, чтобы в этом разобраться, мы начнем с тех веществ, которые горе-диетологи обычно объявляют наиболее важными составляющими квашеной капусты, а именно витамины и минеральные соли. Концентрирование всего, все горе-диетологические фантазии о квашеной капусте выразил доктор Ковальков, владелец клиники похудения, в своем видео о квашеной капусте. Поэтому я возьму это видео как пример. Это будет просто удобнее. И я покажу вам на примере этого видео, как те рекомендации по употреблению и приготовлению квашеной продукты, которые дает дипломированный врач, на самом деле очень существенно вредят вашему здоровью и при этом не дают вам возможности получить из квашеной капусты и десятой доли той пользы, которую она может принести. И по мере разбирательства с неправильными и вредными рекомендациями Ковалькова мы с вами и будем делать те выводы на основании научных исследований, которые помогут вам употреблять и готовить квашеную капусту правильно. У меня нет к господину Ковалькову никакого личного отношения, ни хорошего, ни плохого. Он просто взят как пример человека, чья глубоко непрофессиональная деятельность и наплевательское отношение к вашему здоровью приносят вам вред. А таких людей, к сожалению, очень много. И они во всеуслышание объявляют, что капуста является буквально кладезем различных витаминов, в частности витамина С. И как доказательство этого приводят иногда, но не Ковальков, результаты из научных исследований, в которых действительно показано, что в квашеной капусте есть целый спектр и различных витаминов, и различных минеральных веществ. Однако и витамины, и минеральные вещества необходимо употреблять в определенных количествах. И если в каком-либо продукте их очень мало, то никоим образом нельзя говорить, что конкретный витамин, употребляемый из этого продукта, принесет пользу. Поэтому я взял официальные рекомендованные нормы употребления различных витаминов и различных минеральных веществ, и с колоссальным удивлением для себя, на самом деле, убедился в том, что польза квашеной капусты вообще не в витаминах и не в минеральных веществах. Потому что если мы сравним содержание в квашеной капусте различных витаминов и рекомендованную дневную норму, то мы убедимся, что в каких-то чувствительных количествах Она содержит только витамин С, и то это всего-навсего 14% от рекомендованной дневной нормы на 100 грамм, и витамин К2 это 11%, тоже немного. А из минеральных веществ квашеной капусты действительно много меди, которой на самом деле много везде, и натрия, который на самом деле является для нас вредным в избыточных количествах, и употребление натрия необходимо ограничивать. А все остальные, и витамины, и минеральные вещества квашеная капуста содержит в таких мизерных количествах, что для того, чтобы они начали приносить пользу, необходимо съесть этой квашеной капусты, вы уже поняли, целый вагон. Но при этом горе-диетологи транслируют в народ идею, что квашеная капуста является кладезем витамина С, и что якобы витамина С в ней больше, чем в цитрусовых. Так вот, в свежей капусте витамина С меньше, чем в цитрусовых, хоть и не на много, и меньше где-то на треть, а в квашеной капусте витамина С в 7 раз меньше, чем в цитрусовых. И соответственно, друзья, мы с вами можем выработать рекомендацию номер 2. А именно, квашеная капуста бедна и витаминами, и минеральными веществами, и потому, не употребляя квашеную капусту, нельзя заменять нею другие источники полезных витаминов и минеральных веществ, а необходимо обеспечить достаточное количество других продуктов, которые и служат источниками и витаминов, и минеральных веществ. Более того, Ковальков свято уверен в том, что в квашеной капусте с увеличением срока хранения количество витамина С только увеличивается. И это на самом деле очень опасная ложь, потому что, как показало вот это исследование, за месяц хранения количество витамина С в зависимости от количества соли уменьшается приблизительно на четверть или на треть, а через 3 месяца, независимо от количества соли, количество витамина С в квашеной капусте уменьшается в 10 раз. Учитывая то, что витамин С является основным витамином квашеной капусты, такое падение делает употребление долго хранившейся квашеной капусты практически бессмысленным с точки зрения витамина С. Но неприятная новость состоит в том, что длительное хранение делает употребление квашеной капусты не только бессмысленным, но и опасным. Об этом я вам сейчас расскажу, а давайте пока разберемся с тем, что будет, если мы будем хранить свежую капусту и заквашивать ее каждый месяц для употребления. Научные исследования показали, что после закладки свежей капусты на правильное хранение, то есть в прохладном месте, количество витаминов С за 3 месяца в ней снижается в 5 раз, но не в 10, как в квашеной. Это происходит приблизительно к февралю, но затем еще через 2-3 месяца в квашеной капусте происходят другие химические процессы, и количество витамина С увеличивается, и уже весной, в апреле-май, оно составляет половину от того количества витамина С, которое было в капусте при закладке на хранение. При этом витамин D, которого не было вообще при капусте, когда ее закладывали на хранение, начинает вырабатываться в капусте, и в апреле-май его количество достигает уже весьма существенных значений, а количество полезных антиоксидантов в ней сохраняется все время хранения практически неизменным. И соответственно, друзья, мы можем с вами сделать предварительный вывод, это еще не рекомендация, мы разберемся со многими факторами и сделаем конкретную рекомендацию о том, сколько времени нужно есть вашу капусту после хранения. Но предварительный вывод мы можем уже сделать. Капусту лучше всего квасить каждый раз приблизительно на 1 месяц, съедать ее за это время и подготавливать себе новую порцию капусты. Чем вредна безответственная идея Ковалькова о том, что количество витамина С якобы только увеличивается при капусте при хранении, а вредна она тем, что люди долго хранят капусту, думая, что она полезна, и на самом деле это может принести и приносит очень многим людям вред, который они сразу могут не ощущать. И сейчас, друзья, мы с вами рассмотрим эти вредности квашеной капусты и узнаем, как их обойти, а именно как правильно квасить, съедать и с какими продуктами есть квашеную капусту и не есть, и конкретно кому именно. Но перед этим я хочу задать вам один вопрос. Дело в том, что мне иногда пишут в комментариях, что у меня слишком много рук, что я слишком много жестикулирую. Я обычно отвечаю, что рук у меня всего две, но пользуюсь я ими весьма умело, чем и создаю впечатление того, что у меня их шесть как ушивы. Так вот вопрос состоит в следующем. Мои жестикуляции некоторых людей бесят, некоторым людям нравятся. Я очень прошу вас написать в комментариях, жестикулировать мне или связать себе руки за спиной, и сидеть как говорящая голова и рассказывать вам различные полезности. Спасибо вам заранее большое за комментарии. На их основании я приму решение наконец-то о том, что мне делать с моими шаловливыми ручками. А также я хочу сказать спасибо уже не предварительное и, надеюсь, не окончательное, двум людям, благодаря которым это видео стало возможным. Это Виктор Ступников. Спасибо ему громадное за то, что он заказал и оплатил это видео. Результаты которого даже для меня лично стали откровением. И отдельное огромное спасибо Владимиру, который пожелал остаться полуинкогнито, как всегда, и который на постоянной основе поддерживает наш канал, и который и делает возможными создание вот этих громадных, интересных людям, объективных и непредвзятых видео. При этом даже для меня является удивительным то, что мои длиннючие видео по полчаса по часу досматривают до конца каждый третий или каждый четвертый человек. Спасибо вам большое, дорогие зрители. И отдельное спасибо тем, кто не забыл поставить лайки под этим видео, потому что это помогает Ютубу определить и то, какие именно видео нравятся вам, и шире распространять это видео, то есть увеличивать наше комьюнити критически мыслящих людей. Итак, мы разоблачили с вами первую фантазию горе-диетологов об обилии витаминов и минеральных веществ, а между первой и второй по определению перерывчик должен быть небольшой, и мы переходим к другой их фантазии, а именно к высокому содержанию в капусте витамина К2, который и определяет ее невероятную полезность. И тут мы снова с вами, друзья, убедимся в двух вещах. В том, что горе-диетологи мрут, как обычно, и в том, что квашеная капуста не равна по своему воздействию и содержанию капусте сырой. Витамин К действительно крайне важный для нас витамин. Он участвует в свертываемости крови, в том, каким образом функционирует правильно или неправильно ваша сердечно-сосудистая система, и в том, насколько крепкими будут ваши кости. Витамин К существует в двух различных формах, К1 и К2. И горе-диетологи заявляют, что свежая капуста является рекордсменом по содержанию витамина К1, а квашеная капуста еще рекордсменом по содержанию витамина К2, и снова же вас обманывают. По витамину К1 мы сравним с вами результаты двух исследований, и уже без удивления убедимся в том, что по его содержанию капуста пасет задних. Меньше, чем в капусте, витамина К1 в яблоках, апельсинах, картошке и арахисе, а больше, причем в десятки раз во всех остальных продуктах. Даже в вареном шпинате витамина К1 в 200 раз больше, чем в капусте. Чем вредны эти фантазии? Да, тем, что вместо того, чтобы есть продукты, которые реально дадут им существенное количество витамина К1, люди налегают на капусту, думая, что они могут отказаться от продуктов с высоким содержанием К1, и заменить ними капусту, и соответственно наносят вред и состоянию своих сосудов, и снижая свертываемость крови, и уменьшая крепость своих костей. По витамину К2 в квашеной капусте та самая картина. Существует несколько видов витамина К2. В этом исследовании ученые определили количество каждого из подвидов витамина К2. Я суммировал их все, и вы видите, что, например, в куриной ноге витамина К2 приблизительно в 2,5 раза больше, чем в квашеной капусте. А в твердом сыре витамина К2 больше в 25 раз, чем в квашеной капусте. Рекордсмен так рекордсмен. Однако мы с вами привыкли опираться не только на конкретные цифры содержания конкретных витаминов в продуктах, но и на дневные нормы потребления. Так вот, установленной дневной нормы потребления для витамина К1 и витамина К2 отдельно не существует. Они рассматриваются вместе, и есть рекомендованное количество и витамина К1, и витамина К2, и оно составляет приблизительно 70 микрограммов в сутки. Вместе витамина К1 и К2 в квашеной капусте около 30 микрограммов, то есть нам нужно съесть приблизительно 230 граммов квашеной капусты, вполне доступная норма, и считать, что мы получили достаточно этих витаминов, и снова же ошибиться. Да-да, мы снова же ошибемся, но эта ошибка поможет нам сделать рекомендацию о том, с чем нужно употреблять квашеную капусту. И ошибка состоит в том, что витамин К1 очень плохо усваивается, а в капусте приблизительно 25 миллиграммов витамина К1, и в 7 раз меньше 3,5 миллиграмма витамина К2. Усвояемость витамина К1 из пищи, которая содержит мало жира, не превышает 5 или 10%, а если вы добавите жира в пищу, то все равно его усвояемость не превысит 15%. При этом всасывание витамина К2 даже без жира весьма велико, а если вы употребляете продукты с витамином К2 одновременно с продуктами, которые содержат жир, то витамин К2 усваивается практически на 100%. Поэтому употребление продуктов, которых, как в капусте, в 7 раз больше витамина К1, чем витамина К2, даже если вы просто посчитаете количество обоих витаминов, то вы не получите нужное их количество просто благодаря разности в усвоении. Но в любом случае, друзья, усвоение и одного, и второго витамина К повышается при наличии жира в пище. И поэтому, например, из шпината, который является одним из рекордсменов по витамину К, усвояемость, это литературное слово, не надо меня шпинять, можем говорить биодоступность витамина К, существенно выше, если шпинат ели с двумя или тремя яйцами, чем если его ели с одним яйцом или без яиц. И мы с вами можем, друзья, сделать следующую нашу рекомендацию. Рекомендация номер 3. Употребляйте квашеную капусту с продуктами, которые содержат жир. Это могут быть яйца, орехи, молочные продукты, мясные продукты или растительные масла. И это существенно увеличит усвояемость витамина К. Но это еще не все, друзья. Дело в том, что квашеная капуста является рекордсменом по своей способности усиливать биодоступность железа из различных продуктов. Поэтому наша рекомендация номер 4 будет звучать таким образом. Наиболее полезной комбинацией будет являться употребление квашеной капусты с теми продуктами, которые содержат и жир, и железо. А это мясо и птица. А это мясо и птица. А также квашеной капусте можно добавлять другие продукты, содержащие железо. И, кстати, витамин К1. Например, тот же самый шпинат или петрушку. Две рекомендации, в общем-то, звучат и оптимистично, и они легки к применению. И будь мы с вами горе-диетологами, мы бы радостно на этом завершили. Но мы с вами уже знаем, что и человеческие организмы бывают разные. И что самое главное, один и тот же продукт может оказывать и положительное, и отрицательное влияние одновременно на разных людей. И именно поэтому вот такие сочетания продуктов с кислой капустой могут вызывать массу неприятных эффектов у людей, которые чувствительны к некоторым ингредиентам, которые производятся в квашеной капусте при процессе ее ферментации. Например, такие комбинации продуктов могут вызывать усиление головной боли или провоцировать мигрени и повышать давление. И тут, друзья, мы с вами снова убеждаемся, что квашеная капуста абсолютно не аналогична по своему воздействию на человеческий организм капусте свежей. А именно, при квашении капусты, и не только капусты, в ней образуется тирамин. Это вещество, которое может оказывать мощное сосудосужающее действие на наши сосуды, и таким образом оказывать весьма неприятное воздействие на людей, которые к тирамину чувствительны. Например, доза в 10 мг тирамина может вызывать приступы мигрени у людей, которые к тирамину чувствительны. Причем возникнуть эта мигрень может в промежуток от 1 часа до 12 часов. То есть вы можете уже даже не связать употребление квашеной капусты и некоторых других продуктов с возникновением мигрени. Что такое эти 10 мг? Если мы с вами проанализируем различные исследования, которые определяли содержание тирамина в квашеной капусте, то мы обнаружим, что это содержание очень сильно варьировало от капусты. В капусте и самые высокотираминные сорта кислой капусты содержали до 40 мг тирамина на 100 г. А для возникновения мигрени достаточно 10 г у некоторых людей. Но это не самая большая проблема квашеной капусты, потому что мигреников хоть и немало, а среди них очень много людей, которые чувствительны к тирамину, но гипертоников, то есть людей с повышенным давлением, гораздо больше. И вот тут тирамин может сыграть гораздо более злую шутку. Именно из-за своей способности резко повышать давление даже в небольших дозах. И у многих гипертоников, которые меня сейчас слушают, уже возник вопрос, как же так? Я ем квашеную капусту и давление у меня не повышается. Дело в том, что воздействие квашеной капусты на людей, как я уже сказал, весьма и весьма неоднозначное. Исследование, которое определяли то, каким образом постоянное длительное употребление квашеной капусты влияет на людей с гипертонией, наоборот, дало очень обнадеживающие результаты. В среднем у людей, которые постоянно употребляли кимчи, это квашеная пекинская капуста в корейском исследовании. У мужчин риск гипертонии снижался на 16%, у женщин на 5%, но это снижение было статистически недостоверным, как это называют ученые. А именно, у одной группы людей риск повышения давления гипертонии существенно возрастал, а у другой группы людей он падал. И дело тут даже не в различном содержании соли в квашеной капусте, которая, конечно же, оказывает свой эффект. И это тоже доказали исследования, которые показали, что чем меньше соли есть в человек, то есть чем больше снижение количества соли, которое потребляется, тем сильнее снижается артериальное давление. Проблема как раз и состоит в различной чувствительности людей к тирамину и в различном количестве тирамина в разной квашеной капусте и в том, что тирамин содержится еще в других продуктах, которые могут употребляться людьми вместе с квашеной капустой и таким образом резко повышать риск гипертонии. Сейчас мы к этому перейдем, а я заострю ваше внимание на предыдущем пассаже о соли и обращу ваше внимание на то, что очень многие продукты содержат много соли. Список вы видите сейчас на экране, и он далеко не полон. И поэтому, когда вы употребляете квашеную капусту, необходимо учитывать и ту соль, которая есть в ней, и ту соль, которая есть в различных продуктах, потому что употребление избыточно большого количества соли может привести к существенному повышению давления. И о том, сколько нужно класть соли в квашеную капусту, как различное количество соли влияет на качество квашеной капусты, и соответственно на то, как она будет влиять на ваше здоровье, и то, какую соль лучше всего выбрать для квашения капусты, я расскажу вам тоже сегодня. Оставайтесь с нами. Но пока возвращаемся с вами к квашеной капусте и к тирамину. Приблизительно у половины людей доза в 25 миллиграммов тирамина может вызвать скачок давления и повысить его на 30 миллиметров ртутного столба. Что это значит в сравнении? Например, 120 миллиметров ртутного столба, систолическое верхнее давление, это нормальное, а 150 это уже гипертония. Конечно, такой скачок временен, организм достаточно быстро в течение получаса или часа его ликвидирует, но если у человека уже 150, и у него давление, скажем, до 180, то тут уже недалеко и до достаточно серьезных проблем со здоровьем. А 25 миллиграммов тирамина может содержаться и в 50 граммах квашеной капусты, и кстати о том, какие дозировки уже являются полезными для здоровья, а вы удивитесь в конце, когда я буду о них рассказывать, вы тоже узнаете. Итак, почему многие люди имеют повышенное давление, многие люди едят квашеную капусту, но при этом давление у них не скачет? Ну, во-первых, потому что подъем давления от употребления тирамина, он достаточно кратковременен, и он может быть опасен только для тех людей, которые принимают некоторые лекарства, я сегодня о них тоже расскажу, и для тех людей, у которых уже изначально очень высокое давление. Второе, потому что люди совершенно по-разному чувствительны к тирамину, и как вы видите из этого исследования, у людей по-разному поднималось давление после употребления одинаковой дозы тирамина. В этом исследовании доза была громадная, 400 миллиграммов, но нас интересует в данном случае то, как по-разному люди реагируют на употребление тирамина, и вы видите, вот каждая линия разного цвета, она как раз и показывает то, как изменялось давление у конкретного человека. И разница в изменении давления, во-первых, была очень различна, а во-вторых, как видите, у некоторых людей оно могло подскочить на 100 миллиметров ртутного столба, а тут уже недалеко и до гипертонического криза. Чем больше человек употребил тирамина, чем более он к нему чувствителен, тем выше будет скачок давления, и вот тут-то дурную шутку как раз и могут сыграть рекомендации употреблять квашеную капусту с сыром, например, или мясом. Как вы видите из этой таблицы, и сыр, и мясо, и очень многие другие продукты содержат очень высокие концентрации тирамина, и вот те 400 миллиграммов, которые давали в исследовании, человек очень легко может набрать за один присест, если он, например, наестся квашеной капусты и каких-нибудь копченостей, сырка, еще чего-то, что обычно подают на банкетах за один раз. Помимо этого, алкоголь существенно ускоряет и усиливает усвоение тирамина из продуктов, плюс все эти продукты еще и содержат кучу соли, что тоже может вызвать очень быстрое повышение давления, дополнительное повышение давления от тирамина, поэтому многие люди, побывав на банкете и наевшись каких-либо продуктов, после соблюдения очень правильных диет и считая, что один раз не повредит, на самом деле могут получить весьма неприятные и серьезные нарушения здоровья, потому что даже достаточно кратковременное повышение давления до 180 или до 200 даже миллиметров штукного столба вызывает разрушение в организме мелких кровеносных сосудов и другие нарушения, которые потом со временем накапливаются и могут привести уже к существенным нарушениям здоровья в будущем. Поэтому вывод наш состоит в том, что особенно если вы блюдете правильную диету, следите за здоровьем, а потом наедаетесь на каком-нибудь банкете чего-нибудь вредного, думая, что это вам не повредит, то именно это как раз и может вызвать серьезный скачок давления или провокацию мигрени в этот же день или на следующий, именно потому, что ваш организм не привык получать такие залповые дозы тирамина. Наши организмы легко адаптируются и если человек постоянно ест высокотираминовую диету, то организм приучается расщеплять тирамин, он выделяет больше фермента, который тирамин расщепляет. И мы сейчас вам еще поговорим о лекарствах, которые блокируют этот фермент и соответственно люди, которые принимают эти лекарства, им вообще нельзя есть квашеные капусты, если она приготовлена неправильно. И чтобы вы не думали, что это все преувеличение, я приведу вам, как обещал, свой личный пример о том, как употребление неправильно квашеной капусты, а я до снятия этого видео квасил капусту неправильно, и сыра, твердого сыра, в котором очевидно было много тирамина, отрицательно повлияло на мое здоровье. И в подтверждение я покажу данные с моего фитнес-трекера. Обычно я очень хорошо восстанавливаюсь за ночь, и в ночь с 20 на 21 апреля мое восстановление достигло практически 100%. Вечером около 7 часов, 21 же апреля, то есть ночь у нас уже будет с 21 на 22 апреля, я съел квашеные капусты, которые наквасил впрок, и которая хранилась у меня уже более чем 2 месяца, и съел небольшой граммов, наверное, 50 кусочек твердого сыра. Спал я, в общем-то, как обычно, но то, что я утром увидел на моем фитнес-трекере, меня, честно говоря, поразило. То есть пол ночи прошло в весьма и весьма сильном стрессе, а частота моего пульса в эту ночь была на 5 ударов выше, это на 10% выше, чем обычно. И я восстановился на 25%, на четверть хуже, то есть на 73 вместо 100, чем обычно. И это, пожалуй, был самый серьезный эксцесс, это даже не назвать банкетом. И употребление этих двух продуктов, которые содержат весьма много тирамина, оказало свой неприятный эффект, который я чувствовал потом еще целый день, потому что у меня энергии было гораздо меньше, чем обычно. И, кстати, повышение частоты пульса тоже абсолютно согласуется с результатами исследований, и людям с тахикардией, то есть с повышенной частотой сердечных сокращений время от времени, тоже стоит беречься и не употреблять вместе высокотираминные продукты. Именно в этом, друзья, и состоит наша рекомендация номер 5, и о том, как обойти вот этот, ну не совсем запрет, а некоторое ограничение на употребление квашеной капусты, мы узнаем, когда будем говорить о наилучших способах ее заквашивания, потому что есть способы заквашивания, которые способны практически полностью исключить появление тирамина в квашеной капусте. И, соответственно, дать возможность кушать очень полезную квашеную капусту тем людям, которые, возможно, избегали ее по различным причинам. Например, потому что после квашеной капусты им было не очень хорошо, например, на следующий день. Более того, применение правильных способов квашения капусты может помочь употреблять этот очень полезный продукт людям, которым обычно категорически это запрещают, а именно людям, у которых есть болезнь Паркинсона или депрессия, и которые принимают лекарства от этих болезней, именуемой ингибиторами моноаминоксидазы. Эти лекарства блокируют моноаминоксидазу. Это как раз тот фермент, который и разрушает тирозин, и поэтому у людей, которые принимают эти лекарства, употребление даже крошечных количеств тирамина может вызвать катастрофические последствия. Например, прием от 10 до 25 миллиграммов тирамина, а напомню, что некоторые сорта квашеной капусты и, возможно, та, которую ел я до того, как узнал, как ее квасить правильно, содержат до 40 миллиграммов тирамина. Так вот, употребление от 10 до 25 миллиграммов тирамина может вызвать резкий скачок давления, головные боли и даже кровоизлияние в мозг. А у людей, склонных к мигреням и принимающих ингибиторы моноаминоксидазы, употребление даже 6 миллиграммов тирамина может уже спровоцировать приступ мигрени. На экране вы видите сейчас список основных лекарств, которые содержат ингибиторы моноаминоксидазы. Если вы принимаете любые лекарства от болезни Паркинсона или любые антидепрессанты, проконсультируйтесь с вашим доктором, поройтесь в интернете и определите, не входят ли они в эту группу риска. И наша рекомендация номер 6 звучит совершенно логично. Людям, которые употребляют ингибиторы моноаминоксидазы, категорически запрещено употребление квашеной капусты, добавлю отдельно, если она квасилась неправильно. Квашеная капуста и аллергия. И мы снова с вами увидим, что квашеная капуста абсолютно не равна капусте сырой по ее воздействию на здоровье, потому что в квашеной капусте образуется кроме тирамина еще и гистамин, тот самый гистамин, который выбрасывается тучными клетками в нашем организме при наличии аллергических реакций. И поэтому ученые предостерегают аллергиков, например, при возникновении сезонных аллергий на цветочную пыльцу полиноза от употребления продуктов с высоким содержанием гистамина, поскольку это увеличивает содержание гистамина в крови и может провоцировать аллергии. И это подтверждено многими исследованиями. Обычное потребление обычных привычных продуктов может дать достаточно высокую гистаминовую нагрузку. До 500 мг за раз, если вы употребляете продукты с высоким содержанием гистамина. Например, тунец, помидоры, салями, сыр и квашеная капуста. Вот в этом конкретном исследовании. Ученые взяли 10 здоровых добровольцев и сравнивали их состояние здоровья до потребления высоких доз гистамина и после. И оказалось, что после потребления тех самых 500 мг гистамина, который очень легко набрать из продуктов с высоким его содержанием, у 5 из 10 испытуемых реакции не было. Но у одного из 10 развелась тахикардия, то есть очень высокое сердцебиение уже через 20 минут. А у 4-х людей возникли отсроченные симптомы через несколько часов или даже через сутки. У 4-х человек была диарея, у 3-х метеоризм, у 3-х возникла сильная головная боль, у 2-х зуд и у одного человека возникли глазные симптомы. Чесались глаза. И промежуток возникновения вот этих неприятных последствий составлял от 3 до 24 часов. То есть вы через сутки после употребления этих продуктов уже не свяжете возникновение каких-либо неприятных симптомов с тем, что вы ели эти высокогистаминовые продукты. А другое следование показало, что 75 мг гистамина эту дозу очень легко набрать из обычных продуктов питания может вызвать как немедленные, так и отсроченные неприятные желудочно-кишечные симптомы у половины людей. Концентрация гистамина в квашеной капусте колеблется в очень высоких пределах, но высокогистаминовые сорта квашеной капусты, а я расскажу, что повышает количество гистамина в капусте и как этого избежать, могут содержать до 26 мг в обычной порции в 200 г. Это уже одна третья весьма опасного количества. Но всех этих проблем очень легко избежать, если не следовать идеям господина Ковалькова, который считает, что чем дольше хранится квашеная капуста, тем она полезнее. Наоборот, исследования показали, что в течение одного месяца с момента заквашивания количество гистамина в капусте не увеличивается. И вывод, это еще не рекомендация. Рекомендацию мы сделаем после нескольких выводов о том, за какой срок нужно съедать квашеную капусту. Вывод наш звучит так, что людям, которые склонны к мигреням, к повышению давления или к аллергиям, лучше всего съедать их квашеную капусту в срок не более одного месяца с момента заквашивания. Но самый лучший способ, который поможет есть квашеную капусту абсолютно всем людям и получать все те громадные плюсы от ее употребления, которых мы еще узнаем сегодня, это заквашивание с обычными аптечными пробиотиками. Если мы сравним с вами содержание тирамина и гистамина в капусте, которая заквашена естественным способом, и в капусте, которую заквасили с добавлением аптечных пробиотиков, то обнаружим, что и гистамина, и тирамина в ней образовывалось в несколько десятков, а иногда и в сотню раз меньше, чем в капусте, которая заквасилась естественным путем. И на основании этого, друзья, мы можем с вами вывести очень обнадеживающую рекомендацию номер 7. А именно, если вы входите в группу риска по потреблению тирамина или гистамина, то покупайте в аптеке пробиотики. Лучше всего в капсулах, лучше всего с большим количеством лакта и бифидобактерий. Чем их будет больше, тем полезнее будет ваша квашеная капуста. И вместе с солью, а сколько соли нужно, мы еще с вами обсудим, потому что это очень сильно влияет на полезность и вредность квашеной капусты. Пересыпайте ее пробиотиками, потом хорошо помните, перемешайте, для того, чтобы они распространились по всему объему квашеной капусты и у вас практически уйдут до ноля риски побочных отрицательных эффектов. И на основании всего вышесказанного мы с вами можем сделать очень неблагоприятный вывод, неблагоприятный для производителей промышленной квашеной капусты. Дело в том, что такая капуста производится надолго, она долго хранится. В нее, кстати, часто добавляют и консерванты, что замедляет развитие бактерий, но абсолютно не останавливает образование тирамина и гистамина. И поэтому употребление промышленной квашеной капусты может быть опасно для людей из групп риска из-за высокого содержания тирамина и гистамина и из-за высокого содержания соли. Потому что в промышленную капусту всегда кладут больше соли, чтобы она лучше хранилась, чем этой соли будет, если вы заквасите капусту сами. Ну и помимо этого, длительное хранение капусты, как вы еще узнаете, сильно снижает ее лечебные свойства. А сейчас давайте выясним то, как быстро после заквашивания можно начинать квашеную капусту, чтобы у нас не получилось, как в советском анекдоте про китайцев, которые сегодня посадили картошку, через три дня выкопали, их спрашивают у вас, так быстро выросла картошка? Говорят, нет, кусать очень хочется. Поэтому если вам очень хочется быстро скусать квашеную капусту или покушать капусту, купленную на рынке, то тут необходимо учитывать факторы, которые могут серьезно вам навредить при быстром поедании квашеной капусты или наоборот, вернее и наоборот, недополучить из этой капусты очень существенную долю пользы. И первая опасность, которая распространяется на все 100% людей, не только на людей из групп риска, это наличие болезнетворных бактерий. И это очень серьезные болезнетворные бактерии. Это может быть солотистый стафилококк, это может быть кишечная палочка, которые могут вызывать очень сильные отравления, и они весьма и весьма часто попадаются в квашеной капусте. Например, золотистый стафилококк присутствует в половине образцов квашеной капусты, а кишечная палочка в одной трети. Помимо этих двух бактерий в капусте могут встречаться еще и другие патогены, включая и сальмонеллу, вызывающую сальмонеллез. Тоже весьма опасное заболевание. Конечно, само наличие в квашеной капусте, например, золотистого стафилокока, абсолютно не гарантирует вам заражение, потому что важно не столько само наличие, сколько количество патогена. Чем больше патогенных бактерий, тем больше риск того, что вы заболеете, если съедите этот продукт. А многие штаммы, то есть виды патогенных микроорганизмов того самого стафилокока или кишечной палочки являются кислотоустойчивыми. И это важный момент, попрошу его запомнить, потому что мы будем его использовать, когда будем с вами обсуждать рыночную квашеную капусту. То есть кислота их не убивает. Но их убивают другие вещества, которые производят полезные микроорганизмы, которые развиваются в квашеной капусте и для развития которых нужно время. И как показали два исследования, количество даже кислотоустойчивых патогенов снижается практически до ноля уже на седьмой или на девятый день квашения. А это значит, что если в квашеной капусте даже и останется чуточку каких-либо опасных микроорганизмов, то их количество не превысит того порогового уровня, которое может вызвать у вас заболевание. Поэтому мы с вами можем сделать сейчас предварительный первый вывод о том, какой минимальный срок нужно квасить капусту. Это от 7 до 9 дней и тогда вы находитесь на солнечной стороне улицы. Но если вы покупаете квашеную капусту на рынке, то, во-первых, риск заражения патогенными бактериями гораздо-гораздо выше. Вы не знаете, в каких гигиенических или антигигиенических условиях эта капуста производилась, плюс чаще всего эту капусту заквашивают с добавлением сахара, чтобы быстрее шло брожение и с добавлением уксуса для того, чтобы она уже была кисленькой, хотя она еще не перебродила, потому что эта капуста сохраняет приятную хрусткость. То есть вы ее берете, она вроде и кисленькая, она еще и сладковатая, у нее еще и весьма много соли, что тоже повышает ее вкусность для многих и она при этом хрустящая. Поэтому многие любят кушать капусту с рынка и это опасно, потому что в этой капусте еще не развились полезные бактерии и они не подавили до безопасного уровня количество болезнетворных микроорганизмов. Итак, друзья, мне теперь стоит опасаться не только доктора Ковалькова, но и производителей капусты как рыночной, так и промышленной. Но зато я позаботился о вашем здоровье, а вы можете позаботиться о здоровье нашего канала, если поставите нам лайк, подпишитесь на канал для того, чтобы не пропускать наши дальнейшие выпуски, в том числе и о том, как влияет на ваше здоровье потребление свежей капусты и какая из свежей капуст будет лучше. Рекомендую вам подписываться и на мой телеграм-канал, потому что есть очень много тем, которые я просто не успеваю освещать в видео. Ту информацию, которую я не успеваю переглопатить и вложить в видео, я вкладываю в различные статьи. Статьи публикуются на моем телеграм-канале. Адрес телеграм-канала вы видите сейчас на экране или найдете в описании к этому видео. Помимо этого, вы можете получить еще больше пользы от той информации, которая находится у меня в голове, если поддержите при этом параллельно наш канал. Например, заказав расчет сбалансированного лечебного рациона, который отныне будет всегда включать квашеную капусту, или купив пошаговые курсы, которые помогут вам избавиться от аллергий, напоминаю про гистамин, повысить вашу энергичность или оптимизировать ваше питание, если вы абсолютно здоровы, для того, чтобы вы получали больше пользы из вашей еды. Ссылку на страничку заказа рационов и курса вы видите на экране и найдете в описании к этому видео, а мы движемся дальше. А дальше мы с вами после выяснения вредности квашеной капусты узнаем о том, какие у квашеной капусты полезности, и на основании этого выведем оставшиеся 13 рекомендаций по употреблению квашеной капусты, узнаем, как ее правильно квасить и каким образом лучше всего ее съедать, чтобы получить максимум пользы. Одним из главных, но при этом абсолютно не единственным плюсом квашеной капусты является наличие полезных микроорганизмов. В капусте, которая квашена естественным путем, содержится до 28 различных штаммов. Штамм может содержать еще много различных подвидов разных микроорганизмов. То есть квашеная капуста является вот такой вот микроорганизмной бомбой, пробиотической бомбой, которая существенно улучшает состояние вашего кишечника. Сейчас мы к этому вернемся. Так вот, полезные организмы развиваются в квашеной капусте гораздо медленнее, чем плодятся различные безответственные фудблогеры и горе-диетологи. И точно так же, как вредность и опасность болезнетворных микроорганизмов зависит от их концентрации в продукте, полезность, извините за тавтологию, полезных микроорганизмов тоже зависит от вот этой самой концентрации. Есть минимальная концентрация полезных микроорганизмов, которые, если вы не превысите какого-то минимального уровня, я его назову, и в количестве квашеной капусты, кстати, тоже, если вы не превысите вот этого содержания полезных микроорганизмов, то продукт не окажет на вас практически никакого полезного воздействия. А процесс увеличения количества полезных бактерий в квашеной капусте тоже зависит от времени и их количество возрастает до почти оптимального уровня приблизительно через 7-10 дней и увеличивается затем до 14 дней, а потом остается стабильным какое-то время и затем уже начинает снижаться просто потому, что бактерии исчерпали свою кормовую базу, то есть то, чем они питаются в квашеной капусте. Они же не просто так там развиваются, они тоже ее едят, а мы уже едим их объедки. Но разница между объедками полезных бактерий и вредных микроорганизмов состоит в том, что объедки полезных бактерий полезны и нам. Помните, с чего мы с вами начали, друзья? А начали мы с вами с ковида, со смертности от ковида и эта смертность напрямую зависит от силы иммунитета человека. Так вот, квашеная капуста двумя разными способами, которые зависят и от того, как вы ее готовите, влияет на силу вашего иммунитета, на иммунный статус. И первый способ влияния это улучшение функционирования кишечника, с которым связано две трети вашего иммунитета. А именно, в квашеной капусте много клетчатки и эта клетчатка более приспособлена к перевариванию вами, то есть вашими микроорганизмами, которые живут у вас в кишечнике. И употребление существенных количеств клетчатки улучшает ваш иммунитет тем, что она улучшает функции микрофлоры. И помимо этого персонализирует ваш иммунный ответ, то есть настраивает вашу иммунную систему на то, чтобы она наилучшим образом реагировала на различные вызовы. То есть на различного рода воздействия от возникновения раковых клеток до, к примеру, инфекционных заболеваний, таких как COVID. Так работает не только квашеная капуста, но и любые продукты, которые содержат много клетчатки. А отличие квашеной капусты в том, что она соединяет в себе и клетчатку, и большое количество различных микроорганизмов. И вот это повышение разнообразия вашей микрофлоры и увеличение количества микроорганизмов, которые живут в вашем кишечнике, тоже улучшает иммунитет уже иным образом. А именно увеличение разнообразия микрофлоры улучшает функционирование кишечника и существенно снижает уровень воспаления кишечника. И это благотворно сказывается на состоянии всего организма. И снова же, друзья, возвращаемся к COVID. Как показало это исследование, состояние вашей кишечной микрофлоры критическим образом влияет на то, как вы перенесете заражение коронавирусом, которое, как мы уже все поняли, у нас будет возникать много-много раз. Если у вас правильный баланс условно-полезных и условно-вредных микроорганизмов, и достаточное количество этих микроорганизмов, и достаточное разнообразие этих микроорганизмов, то это состояние именуется эубиозом. А нарушение этого состояния, мало бактерий, или неправильное соотношение хороших и плохих, или малое разнообразие бактерий называется дисбиозом. Так вот, исследование показало, что у людей с эубиозом, то есть со здоровой микрофлорой, течение COVID было чаще всего или вообще бессимптомным, или легким. А чем сильнее был дисбиоз, то есть нарушение баланса микрофлоры, тем тяжелее переносился COVID, и тем выше была смертность, что и дает нам первую отгадку, почему квашеная капуста так сильно влияла на смертность от COVID в различных регионах даже одной и той же самой маленькой Швейцарии. Причем, друзья, разнообразие бактерий на самом деле это критически важная вещь. То есть само по себе количество бактерий играет даже меньшую роль зачастую, чем разнообразие этих бактерий. И именно поэтому естественное ферментирование капусты на самом деле это самый лучший вариант. И это дает нам ответ на то, почему изображенный на этом рисунке способ закваски капусты является неправильным. Дело в том, что в капусту бактерии попадают не только с поля, не только из воздуха, но они и в очень большой степени попадают с наших рук, даже если наши руки очень чистые. Дело в том, что мы критически зависим от микроорганизмов. Не только тех, которые живут в нашем кишечнике, но и тех, которые живут на нашей коже. И разнообразие, и правильный баланс этих микроорганизмов на коже как раз и определяет здоровье нашей кожи. На руках живет много разных бактерий. Если мы с вами заквашиваем капусту в резиновых перчатках, то соответственно мы не вносим эти полезные бактерии в капусту, и в ней будет меньше разнообразия различных микроорганизмов, и соответственно она будет менее полезной. А с точки зрения богатства микроорганизмов, вы всегда можете увеличить это разнообразие, по чуточке добавляя в вашу капусту различные пробиотики. Смотрите, в аптеку купите побольше разных пробиотиков, и по чуточке добавляйте их в вашу квашеную капусту, и она будет делать вас еще здоровее. Можно, кстати, пользоваться и теми заквасками, которые продаются для молочных, различных молочных продуктов, тоже смешивая различные закваски, если в них содержатся различные микроорганизмы. В этом, друзья, и состоит наша рекомендация номер 9. Однако, если у вас есть чувствительность к тирамину или гистамину, то вам необходимо квасить капусту в перчатках, и добавлять большие количество пробиотиков, для того, чтобы именно они, лакта и бифидобактерии определенных видов, массово развивались в вашей капусте, не давая развиваться тем, хоть и полезным бактериям, которые производят тирамин и гистамин. И в этом же состоит вторая причина, почему не надо есть рыночную квашеную капусту, потому что при быстрой закваске, да еще с сахаром, да еще с уксусом, они просто не успевают развиться все эти полезные бактерии в нужном разнообразии и в нужном количестве, и продукт делается практически бессмысленным. И еще один минус рыночной квашеной капусты, которая выносится на рынок через 1-2 дня после закваски уксусом и сахаром, состоит в том, что эта капуста может быть противопоказана людям с болезнями щитовидки. Помните, я рассказывал вам в самом начале о гайтрогенах, вещества, которые нарушают нормальную работу щитовидной железы. Так вот, эти гайтрогены, а именно гайтрин, которые есть в сырой капусте, разрушаются в капусте квашеной, и для их разрушения тоже требуется время, как минимум 4 дня. Но людей с недостаточностью функции щитовидки или с ее болезнями, я рекомендовал бы тоже подождать как минимум неделю, для того, чтобы гарантированно обеспечить себе отсутствие гайтрина в вашей квашеной капусте. И в этом, друзья, состояла рекомендация номер 10. А мы с вами продолжим рассматривать полезности квашеной капусте, поскольку они помогут нам вывести другие рекомендации. В самом начале, когда я рассказывал о том, что квашеная капуста абсолютно не равна капусте сырой, я говорил о том, что полезные вещества сырой капусты, вернее, всех сырых капуст, и белокочанная, и краснокочанная, и брокколи, и цветной, это глюкозинолаты, и при квашении они за определенный промежуток времени превращаются в изотиоцианаты. Это вещества квашеной капусты, которые в ней как раз и являются кардинально важными для улучшения нашего здоровья. Всю эту душесчипательную информацию я просил вас запомнить не для того, чтобы вы могли щеголять этим красивыми названиями изотиоцианаты и глюкозинолаты в кругу своих знакомых, а для того, чтобы мы сейчас могли понять с вами, почему квашеную капусту все-таки стоит проквасить некоторое время. А стоит ее проквасить потому, что для преобразования глюкозинолата в сырой капусту и в изотиоцианаты капусты квашеной требуется достаточно длительный срок, иногда до двух недель. В квашеной капусте за это время образуются еще и другие вещества, в частности антиоксиданты и иммуномодуляторы, которые усиливают вашу иммунную систему. Мы сейчас об этом еще и поговорим. И подтвердило вот этот защитный эффект изотиоцианатов квашеной капусты другое исследование, которое с удивлением определяло то, почему именно квашеная капуста, а не другие ферментированные овощи, так сильно снижало смертность от ковида в соседних буквально регионах. И ответственными оказались именно изотиоцианаты квашеной капусты, которые обладают сильными иммуномодулирующими свойствами. А именно они регулируют иммунную систему, определяя правильность ее работы и активизируют иммунные клетки. И небольшой скачок в сторону, просто потому что мы уже с вами говорим про изотиоцианаты. Именно они и ответственны за полезные эффекты использования квашеной капусты при язвенной болезни. В народе веками использовался сок квашеной капусты для борьбы с язвой желудка. Исследования подтвердили, что сок квашеной капусты действительно снижает язвы, ускоряет их заживление и убивает хеликобактера, бактерию, которая чаще всего и ответственна за возникновение язвы желудка, и убивают бактерии, и способствуют заживлению язв желудка именно изотиоцианаты, которые и образуются в соке квашеной капусты. Поэтому употребление сока сырой капусты при язве гораздо менее эффективно, если эффективно вообще. Однако при этом, друзья, не стоит перепивать не только алкогольных напитков, но и сока полезной квашеной капусты, потому что этот сок во многих исследованиях используется для вызывания искусственной диареи у здоровых людей, которая нужна в некоторых случаях. Поэтому пейте сок аккуратно, по чуточке увеличивая дозировку. Если появился понос диарея, то уменьшайте дозировку и продолжайте пить меньшими дозами. В этом, друзья, и состояла наша рекомендация номер 11. Мы закончили с нашим прыжком в сторону, но не закончили с влиянием квашеной капусты на иммунитет, ибо он многогранен. Помимо того, что квашеная капуста улучшает иммунитет благодаря тому, что она содержит изотиоцианаты, но на этом не заканчивается список веществ, которые улучшают иммунитет. Квашеная капуста содержит дефиниллактат, который тоже напрямую активизирует клетки иммунной системы. Но самым важным веществом, которое и повышает ваш иммунный статус, и борется с раком, является аскорбиген, и он образуется только в квашеной капусте в процессе ее ферментации. Аскорбиген оказывает противораковое воздействие тем, что он может связывать канцерогены, вещества, которые вызывают рат, и дезактивировать их. И благодаря тому, что аскорбиген еще и препятствует возникновению генных мутаций, то есть тех изменений в наследственной информации клетки, которые приводят к перерождению здоровых клеток в раковые. И чем больше аскорбигена образуется и сохраняется в нашей квашеной капусте, тем она полезнее с точки зрения антираковой активности. В этом состоит еще один промежуточный вывод, который мы с вами сделаем, перед тем, как перейдем к тому, каким образом правильно квасить капусту, для того, чтобы сделать вашу квашеную капусту просто супер полезной для вашего здоровья. И тут мы наконец переходим к предмету тоже очень многих спекуляций разных горе-диетологов, а именно к способности квашеной капусты бороться с раком. И вот тут капуста является, наверное, уникальным продуктом, потому что и глюкозинолаты сырой капусты имеют антиканцерогенную активность, и изотиационаты квашеной капусты тоже имеют антиканцерогенную активность. Но, к сожалению, эти два продукта, как вы уже поняли, они совершенно разные, потому что глюкозинолаты преобразуются в изотиационаты, и поэтому на самом деле и стоит есть и квашеную капусту, и сырую капусту вместе. Вместе имеется в виду, конечно, не за один прием, но в течение дня, например. И этот самый аскорбиген, повышением количества которого в квашеной капусте мы с вами сейчас займемся, как раз и является самым мощным антираковым веществом в квашеной капусте. Он и его количество определяет то, насколько сильные антиканцерогенные эффекты будет иметь квашеная капуста. И он же является одним из самых сильных иммуномодуляторов, которые находятся в квашеной капусте. А активизируя иммунную систему, он еще и помогает ей бороться с раком, то есть снижать риски возникновения раковых заболеваний. Однако, друзья, будучи ответственными людьми, мы не будем с вами утверждать того, что квашеная капуста действительно является лекарством против рака или действительно предохраняет от любых видов рака, как сделали бы горе диетологи. Несмотря на то, что исследований о влиянии квашеной капусте на рак уже имеется несколько сотен, но доказательная база того, что квашеная капуста может бороться непосредственно с уже имеющимся раком заболеванием, к сожалению, не великат. То есть мы не можем напрямую утверждать, что употребление квашеной капусты вылечит от рака, но оно несомненно может помочь вам снизить риски раковых заболеваний, в частности, наиболее часто встречаемого рака, рака груди у женщин. И чем раньше девочка, будущая женщина начала есть квашеную капусту, тем сильнее снижается риск рака. При употреблении в подростковом возрасте и в детском возрасте четырех порций капусты по сравнению с неупотреблением ее или употреблением одной порции капусты в день, риск рака груди, возникновение его, вернее, в будущем снижается на более чем 50%. А если вы начали есть квашеную капусту, только послушав мое видео и уже в зрелом возрасте, то это все равно вам поможет и употребление трех и более порций квашеной капусты в неделю снизит риск рака груди на 63%. Что за волшебная порция такая? А об этом мы с вами узнаем в конце этого видео, но не потому, что я хитро хочу вас дотянуть до конца, а просто потому, что нам нужно с вами набрать достаточное количество различных исследований и уже на их основании сделать выводы о том, какое минимальное, и вы удивитесь, количество квашеной капусты будет вам полезно и какое максимальное количество не будет вам вредно. Но ведь избыточное количество квашеной капусты, как показало еще одно исследование, на самом деле опасно. Да-да, квашеная капуста, как и всякое лекарство, имеет минимальную и максимальную дозу, которую превышать не следует. И об этом нам рассказало одно корейское исследование, которое на самом деле меня поразило. Дело в том, что употребление барбекю, то есть тех самых шашлыков, которые жарятся на открытом огне и в которых просто зашкаливает количество канцерогенов, то есть продуктов, которые вызывают рак, они попадают в барбекю из дыма и они делают барбекю, собственно говоря, таким вкусным запахом дымка. Так вот, частое употребление барбекю увеличивало риск рака гортани и пищевода приблизительно в 3 раза. Курение, фактор, который несомненно существенно увеличивает риск раковых заболеваний, повышал его приблизительно в 8 раз. А частое употребление больших количеств квашеной капусты в этом исследовании повышал риск рака гортани и пищевода в 7 раз. В 3 раза шашлыки, в 8 раз курений и в 7 раз квашеная капуста. Я был шокирован и сначала подумал, что, честно говоря, это исследование такая-то туфта. Но на это исследование ссылаются в десятки приблизительно других исследований, оно рассматривается как весьма серьезное. И в этом исследовании ученые специально провели статистический анализ и отделили вредное ракопровоцирующее влияние квашеной капусты от количества соли в ней, которое само по себе увеличивает риск рака. То есть оказалось, что потребление квашеной капусты независимо увеличивает риск рака, независимо от количества соли в рационе. В процессе поисков объяснения странного поведения квашеной капусты я обнаружил еще, что прораковую активность имеют алькилирующие вещества. И квашеная капуста производит внутри себя весьма существенное количество этих алькилирующих веществ, которые могут провоцировать возникновение рака. И эта информация действительно подтвердила то, что это корейское исследование действительно правдиво. И поэтому превышать опасное количество квашеной капусты нельзя. Мы определимся с вами в дозировке в конце этого видео. Оставайтесь с нами. А пока мы с вами переходим к наилучшему способу закваски, который поможет сделать вашу квашеную капусту из просто продукта, которое может улучшать ваше здоровье, в действительно ваше лекарство. Потому что лечебную силу квашеной капусты можно повысить во много раз. Например, количество полезного аскорбигена можно увеличить аж в полтора раза, просто чуточку поменяв условия квашения. И для начала давайте определимся с тем, какую капусту выбрать для квашения. Белокочанную или краснокочанную? Еще одно новое для тех людей, которые не слушали мое видео слово, это полифенолы. Полифенолы. Полифенолы это биологически активные вещества, наличие которых критически важно для полезности различных продуктов. Как показывают исследования, наличие и витаминов, и минеральных веществ оказывает в десятки раз меньшее влияние на полезность продукта, чем наличие в нем полифенолов. А наличием высокого количества витаминов и минеральных веществ квашеная капустаж никак не блещет, но зато она весьма блещет количеством полифенолов. Но не всякое. Полифенолы являются самыми эффективными антиоксидантами, которые содержатся в продуктах. И чем больше полифенолов, это логично, тем сильнее антиоксидантные способности данного продукта. А чем более сильным антиоксидантом является продукт, тем эффективнее он снижает уровень воспалений в нашем организме. И тем сильнее этот продукт противодействует оксидативному средству, который как раз и вызывает мутации наших клеток, способствуя появлению рака. Так вот, друзья, если мы с вами сравним содержание полифенолов даже в зеленой свеженькой молодой капусте, в которой их больше, чем в уже сформировавшейся белокочанной, то окажется, что их приблизительно в 10 раз меньше, чем в капусте краснокочанной. То есть антиоксидантные способности краснокочанной капусты приблизительно в 10 раз больше, чем у белокочанной. Самыми распространенными полифенолами краснокочанной капусты являются антоцианы, и они как раз и определяют ее красно-фиолетовый цвет. Антоцианов есть много, они разные, но в общем и целом все они оказывают в большей или меньшей степени различные положительные эффекты. А именно снижают оксидативный стресс и уровень воспаления организма, связывают и выносят из организма тяжелые металлы, и даже помогают улучшать зрение и снижать вес. Будь мы в горе диетологами с вами, мы бы тут же сказали, вау, квашеная капуста содержит антоцианы, значит она полезна. Но мы-то с вами уже знаем, что полезной является только некая минимальная и максимально допустимая доза любого вещества. Сколько же антоцианов нужно съедать? Антоцианы не являются незаменимыми веществами, но во многих странах уже определена рекомендованная доза антоцианов, и минимальная доза, которая начинает оказывать полезное воздействие, которую рекомендуют съедать, это 50 миллиграммов антоцианов в день. Краснокочанная капуста, барабанная дробь, содержит до 100 миллиграммов антоцианов на 100 граммов, то есть всего-навсего 50 миллиграммов краснокочанной капусты уже обеспечит вас достаточным количеством этих полезных веществ. В этом и состоит наш следующий предварительный вывод, который мы тоже будем использовать дальше, выводя полезную дозу капусты. И этот вывод является только одним из доводов в пользу замены белокочанной капусты на краснокочанную. А вторым доводом является увеличенное по сравнению с белокочанной капустой содержание изотиоцианатов в квашеной красной капусте. Как мы с вами уже выучили для того, чтобы блистать в кругу наших знакомых, изотиоцианаты квашеной капусты образуются из глюкозинолатов капусты сырой. И соответственно, чем больше в сырой капусте глюкозинолатов, тем больше в ней изотиоцианатов. А краснокочанная капуста содержит существенно больше глюкозинолатов, чем белокочанная. И это наш второй довод за замену белокочанной капусты на краснокочанную. А третий довод состоит в том, что и в сырой, и в ферментированной краснокочанной капусте приблизительно в полтора раза больше полезного витамина С, чем в белокочанной. Помимо этого, в краснокочанной капусте существенно больше марганца, железа, кальция и особенно калия, запоминаем это, чем в белокочанной, калия приблизительно в два с половиной раза больше. И это важно, потому что высокое количество калия, которое содержится в капусте, в частности в краснокочанной капусте, снижает риски повышения давления, которые только увеличиваются из-за наличия в квашеной капусте существенного количества соли. Ну а если вы, друзья, уже начали срывать с себя чепчики и бросать их в воздух с разностными возгласами «Ура!» краснокочанной капусте, то я хочу вас постелить, потому что диетология — это всегда наука, имеющая две стороны. И если вы ответственно относитесь к здоровью ваших слушателей и ваших клиентов, как стараюсь делать я, то вы обязательно рассмотрите каждый продукт со всех его сторон, как прекрасных, так и отвратительных. И высокое количество антоцианов, к сожалению, является лимитирующим фактором для тех людей, у которых есть заболевания поджелудочной железы. Дело в том, что суперполезные антоцианы красной капусты снижают активность ферментов, которые переваривают жиры и углеводы и, соответственно, заставляют поджелудочную железу вырабатывать больше этих ферментов. Если у вас есть некая дисфункция, то есть сниженная активность поджелудочной железы, то это может ее перенапрячь и привести к неприятным последствиям. А если мы добавим к этому то, что любая капуста и краснокочанная и белокочанная содержат большое количество плохо перевариваемой клетчатки, что оказывает дополнительное вредное воздействие на поджелудочную железу, то окажется, что краснокочанная капуста это просто бомба, причем не очень замедленного воздействия, которое может спровоцировать приступ панкреатита, воспаление поджелудочной. И если белокочанную капусту многие люди с заболеваниями поджелудочной железы могут съесть, если они ее термообработают, то термообработка краснокочанной капусты, к сожалению, не поможет, потому что большинство антоцианов прекрасно переживают нагрев до температуры 100 градусов и выше. Краснокочанная капуста даже в приготовленном виде противопоказана больным заболеваниями поджелудочной железы. Мы делаем на этот акцент, и в том случае, если ваше поджелудочное функционирует нормально, мы с вами делаем следующий наш вывод, номер 13, о том, что людям без заболеваний поджелудочной железы лучше заменить белокочанную капусту при квашении на краснокочанную, в том случае, если ее можно купить в вашем регионе, она, к сожалению, продается далеко не везде. И вторым важным аспектом, который позволит нам тоже рекомендовать краснокочанную капусту для квашения, является сохранность изотиоцианатов капусты. Дело в том, что при увеличении срока квашения изотиоцианаты краснокочанной капусты разрушаются гораздо слабее, чем изотиоцианаты капусты белокочанной. Поэтому даже краснокочанная капуста длительного хранения гораздо полезнее, чем квашеная белокочанная. Однако, друзья, если дьявол проблемы создает, то Бог всегда дает нам в руки возможности эти проблемы решить. И людям, у которых есть проблемы с поджелудочной, совершенно не обязательно отказываться от употребления квашеной капусты, потому что она и в минимальных дозах может принести им пользу. Эти минимальные дозы мы с вами определим совсем уже скоро. И в этом и состоит наша рекомендация номер 14, что если у вас есть проблемы с поджелудочной железой, то клетчатка белокочанной капусты, которую обработали бактерии, переваривается гораздо легче. И поэтому создает гораздо меньше проблем для поджелудочной, особенно если вы найдете вашу лечебную дозу. И этим нахождением мы с вами сейчас очень скоро и займемся. И сейчас мы с вами займемся количеством соли, которое следует класть в вашу квашеную капусту, потому что количество соли, как отмечают исследования, является критически важным фактором полезности. С одной стороны, наличие соли подавляет развитие граммоположительных бактерий, которые не дают нормально развиваться полезным бактериям в квашеной капусте, и осуществлять их тяжелую работу по превращению свежей капусты в квашеную. С другой стороны, избыток соли начинает подавлять и развитие полезных бактерий, и делает нашу капусту и небезопасной с точки зрения повышения давления, и кроме этого еще и отрицательно влияет на количество полезных веществ. Ну а в-третьих, соль является веществом, которое определяет и вкус квашеной капусты, и на это нам тоже необходимо обращать внимание. Вот такие у нас, друзья, есть три сциллы и харибды, то есть опасных точки, между которыми нам и нужно провести наш корабль Арго, для того, чтобы достичь и получить наше золотое руно самой полезной квашеной капусты. Чтобы его определить, мы посмотрим на исследование, в котором ученые использовали два разных вида соли в разных концентрациях. Первая это была обычная поваренная соль, которую использовали в концентрации 1,2% и 0,5%. А вторым типом соли была соль с уменьшенным количеством натрия и увеличенным количеством калия. И чуть позже мы поймем важность этой соли для нас. И если вначале более высокое содержание обычной соли в 1,2% способствовало более быстрому росту полезных бактерий, потому что сильнее подавлялись бактерии вредные. Ну и соответственно в тех образцах капусты, в которых было 0,5% соли, полезные бактерии развивались медленнее. Как мы с вами уже выяснили, любой продукт, содержащий полезные бактерии, как квашеная капуста, свое полезное воздействие на организм начинает оказывать тогда, когда концентрация этих бактерий, их количество достаточно высоко. Так вот в капусте, которая квасилась с наибольшим количеством соли, количество полезных бактерий превысило вот этот минимальный предел уже на третий день квашения. То есть ее с третьего дня уже можно было употреблять. Но при этом в капусте, которая содержала 0,5% соли, количество полезных бактерий было достигнуто на четвертый день. А в капусте, в которой использовалась минеральная соль, в которой часть натрия была заменена калием, это количество полезных бактерий было достигнуто на шестой день. То есть разница на самом деле была несущественной. И уже после шестого-седьмого дня количество бактерий во всех трех образцах капусты с разным количеством и видом соли было практически одинаковым. И это, друзья, прекрасная новость, потому что если мы с вами будем квасить капусту как минимум 7-9 дней для того, чтобы убрать вредных бактерий, и для того, чтобы снизить количество веществ, которые могут вредно влиять на нашу щитовидную железу, то мы в любом случае при любой концентрации соли, даже минимальной, и даже при использовании соли, в которой натрия было меньше, мы достигнем с вами рабочего количества полезных бактерий. Сложив все вместе предварительные выводы и эту информацию, мы с вами можем сделать наконец вывод номер 15 о том, что людям без заболеваний щитовидной железы можно есть квашеную капусту уже приблизительно на шестой-восьмой день после начала квашения, а людям с болезнями щитовидной железы или риском таких болезней по семейным обстоятельствам стоит подождать две недели. Это не уменьшит ни количество полезных веществ, не приведет к образованию веществ вредных, но при этом позволит убрать риски наличия веществ, которые нарушают работу щитовидки. Почему я обращаю такое большое внимание на концентрацию соли в квашеной капусте, спросите вы? Ведь на самом деле количество соли, которое мы съедим за день, очень легко регулировать. Больше в квашеной капусте, соответственно, меньше в других продуктах. На самом деле это не так. Дело в том, что количество того самого крайне полезного аскорбигена, который и улучшает работу нашего иммунитета, и помогает нашему организму противостоять рискам рака, его количество сильно зависит от количества соли, которое вы положили в вашу капусту. А именно, друзья, в капусте, которая заквашена с содержанием соли 0,5%, аскорбигена будет больше в полтора раза, чем в капусте, которую заквасили с большим количеством соли. Полтора процента. И напомню вам, что промышленной квашеной капусте может быть до двух и более процентов соли, для того, чтобы ее консервировать. Дополнительно обращу ваше внимание на то, что в этом же исследовании было показано, что количество аскорбигена приблизительно держится одинаковым в течение первого месяца при любом количестве соли, а затем начинает со второго месяца очень быстро и резко снижаться, и чем больше было соли, тем меньше остается аскорбигена в капусте при длительном хранении. Привет, доктор Ковальков! А помимо этого, мы с вами, друзья, сделали еще два предварительных вывода, которые мы сейчас и используем. Первый, это то, что количество витамина С является плюс-минус стабильным в течение одного месяца с момента квашения, а потом начинает резко падать, и к третьему месяцу хранения квашеной капусты оно уменьшается в 10 раз. И второй, это то, что на протяжении одного месяца с момента начала квашения в капусте образуется минимум вредных гистамина и тирамина. И именно поэтому наша рекомендация номер 16 звучит так. Квашеную капусту необходимо употребить в течение одного месяца с момента заквашивания. Именно тогда она и принесет вам наибольшую пользу. А после оглашения результатов еще одного исследования о том, что специально обученная комиссия оценивала органолептические свойства капусты, квашеной с разным количеством соли, и пришла к выводу, что наиболее вкусной является капуста, которая была сквашена с 0,5% соли, мы с вами можем сделать и предварительный, и окончательный вывод, и рекомендацию о том, что квасить капусту следует с 0,5% соли. И количество капусты, которое вы заквашиваете на 1 месяц, напомню, зависит от количества едоков, и поэтому если у вас немного, то и заквашивать капусту вы будете немного, и взвесить небольшое количество соли, эти самые, к примеру, 5 граммов, если вы будете заквашивать себе килограмм капусты, если вы едите ее по минималке, вам будет не так просто. Ориентироваться можно на большую, большего размера, чайную ложку, они есть маленькие и есть большего размера, и ложка, в которую можно поместить 5 миллилитров воды, будет содержать 10 граммов соли, если это ложка без верха. Какая же соль лучше? Вспоминаем, друзья, что наличие калия в капусте помогает противостоять вредным эффектам повышения давления из-за наличия соли. После этого, друзья, идем в магазин и обнаруживаем, что во многих супермаркетах продается специальная соль, в которой уменьшено количество натрия, натрий хлор, это поваренная соль, и увеличено количество калия. Калий хлор, это хлорид калия, это вещество полезное. И поскольку, друзья, подавляющее большинство людей переедают соли, и это вредит здоровью, мы с вами делаем рекомендацию номер 18 о том, что рекомендуется заквашивать квашеную капусту с солью, которая содержит меньше натрия и содержит калий, ищите ее в магазинах. И последнее, друзья, переходим с вами к определению размера лечебной порции. Для этого мы собрали уже достаточное количество исследований, я добавлю к этому сборищу исследований еще новеньких, и мы выведем с вами минимальную и максимальную дозу, в которой нужно есть капусту. В исследовании о влиянии ферментированных продуктов на риск смерти от ковида, с которого мы и начали это практически уже бесконечное видео, было показано, что употребление всего-навсего 10-15 граммов ферментированных продуктов, большую часть из которых составляла квашеная капуста, уже в десятки раз снижало риск смерти от ковида, ежедневное употребление. Понятное дело, что это усредненное количество могло говорить и о том, что вы съедаете, к примеру, 45 граммов капусты раз в три дня. Однако и 10 граммов квашеной капусты, даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо, потому что, как показало еще одно исследование, в 10 граммах квашеной капусты уже может содержаться достаточное количество полезных бактерий, а именно 1 миллиард колониообразующих единиц, для того, чтобы уже оказывать полезное влияние на ваш кишечник. И об этом же говорит еще одно клиническое исследование, которое показало, что использование всего-навсего от 7 до 10 граммов квашеной капусты у людей, которым обычно квашеная капуста и любая капуста была противопоказана, уже оказывало существенный положительный эффект на состояниях микрофлоры и на уменьшение симптомов синдрома раздраженного кишечника. То есть даже 7-10 граммов капусты уже уменьшало запоры и улучшало пищеварение. А у другой группы людей с синдромом раздраженного кишечника употребление 75 граммов квашеной капусты снижало тяжесть симптомов. Исследование о снижении риска рака груди при употреблении от 3 до 4 порций квашеной капусты на 50 до 63%, о котором я вам уже рассказывал, так вот в этом исследовании использовалась, друзья, порция в 60 граммов капусты 3-4 раза в неделю. И последняя цифра в нашу копилочку, чтобы мы могли определиться с полезным количеством квашеной капусты, является содержание антоцианов в 50 граммах красной капусты, уже достаточно антоцианов, чтобы оказывать полезное воздействие на наш организм. А для того, чтобы определиться с максимальной дозой, мы с вами вспомним об исследовании, в котором частое потребление больших доз квашеной капусты увеличивало риск рака гортани и пищевода. И эта большая доза была 200 граммов приблизительно ежедневно. На основании всей этой обширной информации мы можем с вами сделать два последних полезных вывода. А именно, вывод номер 19. Если у вас есть заболевание поджелудочный или синдром раздраженного кишечника, или любые другие проблемы, которые мешают вам употреблять достаточное количество квашеной капусты, то даже количество в 10-15 граммов квашеной капусты в день уже окажут существенный полезный эффект для вашего здоровья. И вот эти мизерные количества в 10-15 граммов не противопоказаны даже тем людям, которые принимают лекарства от депрессии или болезни Паркинсона. Но эти 10-15 граммов могут существенно улучшить состояние их здоровья. А рекомендация номер 20 состоит в том, что оптимальной с точки зрения и безопасности, и достаточности будет доза в 60-100 граммов квашеной капусты в день, каждый день, или там хотя бы 3-4 раза в неделю, каждый день лучше. И вот эти от 10-100 граммов квашеной капусты, если она еще и заквашена правильно в соответствии с нашими 20 рекомендациями, и помогут превратить вам вашу квашеную капусту в ваше ежедневное лекарство, которое поможет существенно улучшить ваше здоровье, чего мы вам со всей души и желаем. Пишите в ваших комментариях также темы, которые вам интересны. Ставьте ваши лайки, они помогут продвижению нашего канала и увеличению нашего комьюнити критически мыслящих людей. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, для того чтобы не пропустить наши следующие видео, в частности видео о свежей капусте. Спасибо вам большое за ваш интерес и внимание. С вами был ваш Макс Погорелый. Программа «Обман веществ», в которой мы с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании под девизом «Больше знаешь, крепче ешь». До скорых новых встреч!